Приехала, один раз искупалась, а через два дня война. Летали немецкие самолеты, а мы их встречали. Ура! Потому что это могут быть чужие самолеты, мы не поднимали. А мы не стали убежать в мире. 27 марта во Дворце культуры состоялся шестой театральный фестиваль спектаклей для детей и юношества «Ублическая драматюшка» с участием творческих коллективов из Ярославской и Тверской областей. В этом году к нам в гости приехали два коллектива из города Ярославля. Приехали ребята из города Тутаева. И впервые в нашем фестивале принимают коллектив из города Вышнего Волочка, это из Тверской области. Также, естественно, участвуют в программе фестиваля наша театральная студия «Маска Дворца культуры», коллективы Дома детского творчества. Спектакль разнообразует и «Патриотика», это спектакль для детей. Также в Театр «Луч» Ярославский они привезли спектакль. Такой достаточно серьезный философский спектакль о любви, о дружбе, о преданности. То есть можно сказать, что на любой вкус спектакля. Дайте ко мне взглянуть. А вот, индюшачий. А давайте против ему, да подальше. А давайте! И раз, и два, и три. Ужасно велик. И совсем не похож на остальное. Он настолько велик и страшен, что надо задать ему хорошенькую треху. Треху! 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 Вот как ты его? Тук-тук, то там ваша мама пришла, молочка принесла. Правильно! Заходи! Вот и настал этот страшный момент. Этот ужасный момент. Этот кошмарный момент. Сейчас голодный волк съест козлята. Сожрет козлят. Слопает козлят. Эй, просыпайтесь, дверь и птицы. Солнце на небо уже забрось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее не жилось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее не жилось. Я зайчишка непроста. Знаете, на свете. Расскажу вам просто так. Завтрашние вести. Что поведает собак? Если глаз под елкой. Будет дождик поливать. Или будет сухо. Все помогут узнать по волшебных ухах. Есть очень интересные спектакли. Они более такие серьезные по наполнению. Часто детские спектакли. Это в основном развлекательные, сказки. Они тоже очень интересные, красочные. Их приятно смотреть. Но меня радует, что появляются спектакли с более глубоким содержанием. Театральная студия «Маска» сегодня представляет два спектакля. Молодежная группа сегодня у меня показывает спектакль «Город детства Углич». Он в том числе, он не только про Углич, но он и про Ольгу Бергольц. Про детские года Ольги Бергольц, которые она провела в Угличе. Это революционное время. Мы уже показывали этот спектакль на день города. Уградия, уградия, богоспасаемый градия Угличе. Горькую чашу спилка за русскую землю. Сказано в летописи. Каждый год, 15 мая, в день царевича Дмитрия, мы с родителями собираемся в обеде церкви царевича Дмитрия на кране. Потом, как и все угречане, проходим под колок и ударяем пудро. И над самой головой остается его густой, стонущий, исходящий откуда-то из ниоткуда, и в тот момент, как будто из твоей души звук. Младшая группа выходит с премьерой. Они будут показывать спектакль «Старое, новое, доброе» называется. Это речевой спектакль по рассказам, юмористическим рассказам советских авторов. Всем нам хорошо знакомых с детства. Это Зощенко, Пантелеев, Драгунский и другие авторы. Мы их ставим, их ставят вообще не впервые, но мы стараемся прочитать их в каком-то более современном темпе, в современной манере, от лица современных детей, потому что эти рассказы уже воспитывают не первое поколение. И, наверное, было бы здорово их вспомнить, не забывать, потому что они несут какие-то в себе добрые, хорошие начала. Кораблев, доски. У меня ужасно, у меня ужасно испортилось настроение, потому что я знала, что я не выучила уроки. Я не ужасно хотела выставать из-за своей родимой парты. Он к ней как будто приклеился. Но Грэйси Ивановна настаивала на своем. Кораблев, ну что же ты, я тебя забыла или нет? И он пошел к доске. Грэйси Ивановна сказала. Стихи. Что-то я читал стихи, какие заданы? Да я даже не знал, какие заданы. И выдумывал моментально, что Рыйси Ивановна тоже забыл, такие стихи я не знал. И вот раздавал. Сина, крестьян, это жизнь. Глодорог, как он не дает путь. Его лошадка, снег, почуя, плетется рысью как-нибудь. Это Пушкин? Да, Пушкин Александр Сергеевич. Театральную студию «Маска» у нас организовала Лена Кришина. К сожалению, пандемия ее отобрала у нас. И работает сейчас новый руководитель. Наша студентка Петербургского университета культуры, режиссерского отделения. Она занимается с этими ребятами. Также у нас театральный коллектив. Долгие годы, очень долгие годы Николай Николаевич Гузаев возглавлял. Он тоже ушел на заслуженный отдых. И сейчас там новый режиссер Елена Папичева. Они сейчас готовят тоже новые спектакли. Они также принимали участие сегодня в фестивале. Я думаю, что при участии и под руководством этих людей мы будем двигаться дальше. Мы сегодня представляем маленькую сказку для маленьких детей «Колобок». Наши детки, они тоже маленькие. Для них это первый раз, первая премьера для них. То есть они научились говорить, играть куклой, говорить правильно, с интонацией. Поэтому мы сегодня очень волнуемся. И наши детки, я думаю, справятся. И все будет у нас замечательно. «Колобок, ну как же ты хорошенький? А как же ты души синюю? Может, ты песенки поешь?» «Да, и очень красиво. Ага. Вспой мне разочек, по радости разочек. Я как-то уже устал очень. Я умоляю. Ладно. Я колобок, я колобок. Думяный бог, груняный бог. Памарный петон, под шестиками слезон. Разметали. И пришел на кошке, что жены. Я дедушки ушел. И я бабушки ушел. У нас дети, они играют куклами тростевыми. И поэтому на одного героя они работают вдвоем. То есть кто-то говорит, держит, а второй управляет руками. Поэтому это сложная кукла. Это не перчаточная. Поэтому они стараются. У нас зайчики. Вот есть Лера. Она тоже вот с Эвелинкой. Вон она с Эвелиной. Они тоже работают вдвоем на одном персонаже. Поэтому всем нравятся, все справляются. Также свои спектакли представили два коллектива Угличского дома детского творчества. Юные актеры кукольного театра «Домовенок» под руководством Галины Портновой показали спектакль «Азарные поросята» по мотивам известной английской сказки. Ну что, дружок, попался? Так я тебе и дался. Мне очень есть охота. Твой дом в титул два счета. Театр «Орликин» Дома детского творчества радует маленьких зрителей более 20 лет. Коллектив под руководством Марины Ахмедчановой неоднократный лауреат и дипломант фестивалей «Радуга» и «Углическая драматежка». Ребята играют новогодние спектакли, показывают театральные представления в летних оздоровительных лагерях. В этот раз молодые артисты представили спектакль «Я нарисую солнце». Вся сила Мородора в том, что мы не верим в себя, в свое будущее. В свое прекрасное будущее. Да мы, как правило, о нем вообще не задумываемся. И тогда приходит кто-то и забирает его у нас. Оставляю лишь выжженный лес и пересохшие реки. Я вот только одно понять не могу. Зачем он все это делал? Когда что-то разрушается, освобождается много энергии. Я напитывал себя этой энергией, вместе с ней получая силу и власть. Так делал мой дед, так поступал мой отец. И мы не знали, как жить без этого. А у вас таких много? Нет, нас совсем немного. Но мы научились внушать свою волю миллионам. Жюри оценивало режиссерское авторство, инновации, музыкальное оформление, оригинальность и выразительность костюмов. В каждом из коллективов выявляло лучшего артиста и артистку. В финале абсолютным лидером по числу наград стала театральная студия «Калибри» из города Вышний Волочок Тверской области. Образцовый самодеятельный коллектив, постоянный участник областных, всероссийских и международных конкурсов. В Углич ребята привезли спектакль по книге Светланы Алексеевич «Соло для детского голоса». «Иду из кулашной, получила дневной поёк. Эти кровь, эти жалкие, грабные. А навстречу мне бежит собака. Пора взялась с собой, слышит запах хлеба. Я понимала, эта собака в нашей спасении. Я отдала ей весь наш хлеб. Кусочек за кусочком, так и добрались мы до четвёртого этажа. А наша квартира на пятом. Вдруг она упалась и не идёт дальше. Смотрит на меня, как что-то чувствует, понимает. Я её прошу, упрашиваю. Собака, миленькая, прости! Собака, миленькая, прости! И она пошла! Наша студия образовалась в 1994 году. И в этом году нам будет 30 лет. Мы будем отмечать юбилей. На протяжении этого всего времени мы поставили более 60 спектаклей очень разного плана. В основном, конечно, сказки. Дети занимаются с 1 по 11 класс. Вот в сегодняшнем спектакле были дети с 3 класса по 11. Спектакль этот идёт у нас уже 12 лет. Я считаю, что патриотика это неотъемленная часть театрального коллектива. Мы должны в детях воспитывать патриотические какие-то чувства и любовь к Родине, к России. Когда разбомбили вагоны солью и парафином, всё пошло в день. Соль по парам, парафин мне, дело свечи. Это похоже винтов! Ими пользовались, когда не было электричества. Врачи не прекращали операции ни под обстрелом, ни под бомблёжкой. Мы ехали в госпиталь. Так проехали всю Беларусь, Польшу. Так доехали до Германии. В разбитом немецком посёлке я увидел детский велосипед. Сел и поехал. Давай, давай, давай! Давай, давай! Я за войну ни одной детской игрушки не видел. Забыл, что они где-то существуют. Детские игрушки. Я забыл. Забыл, потому что вырос на войне. Великолепный дворец. Завидуем белой завистью, что у нас такого нет. Техника, аппаратура, конечно, изумительная сцена. В театре в четыре раза меньше. Очень хорошая организация, очень тёплый приём. Вообще город просто изумительный город. Это город-сказка. Особенно жалко, что сейчас весна, что там немножко такая распутится. Но летом и осенью это просто... Ну, это незабываемо. АПЛОДИСМЕНТЫ Привезти любовь. Лишь она одна Нас собрала с тобой. Она Цепла Волна Она С небес Нам на всех Дана А ты не закрывай Глаза Миром, братом, чудеса Каждому из нас 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 Нужен новый шанс 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 Продолжение следует... Расс� Продолжение следует... Продолжение следует...